Неспокойно и в Луганской области. Активные бои идут в районе поселка Смелая и Первомайска. Ранее там боевики выдавили защитников 32-го блокпоста. Сегодня под огнем оказались бойцы 31-го блокпоста. Также от боевых действий пострадали и мирные жители. Подробнее об этом может рассказать мой коллега Руслан Смещук. Руслан, здравствуй. Вот ты на передовой. Что тебе известно? Мы тебя слушаем внимательно. Алексей, ну вот сегодня днем мы побывали на 29-м блокпосте. Пытались добраться до 31-го блокпоста. Сейчас это передовая. Но вот на данный момент там, что называется, запретная зона. Вот все то время, что мы находились на позициях, постоянно грохотало и были слышны звуки взрывов. Бойцы рассказали нам, что в последние несколько дней там идут активные боевые действия. Причем с применением, достаточно массовым применением тяжелого вооружения. С утра, где-то около полчаса, нас начали бомбить с минометами. Даже все еще не прокинулись. Кто был на посту, то сразу сповестили всех. И все сбегли в укрытие. Ситуация там достаточно напряженная. Тем не менее, бойцы говорят, что с моральным духом у них все в порядке. Потому что за их спинами, их родные дома, их любимые люди, на защиту которых они и встали. И вот сегодня от боевых действий пострадали мирные жители. Под залп Града попал поселок Горское. Ракеты взрывались прямо на улицах, оставляя после себя достаточно большие воронки. Один из снарядов попал в сарай жилого двора и полностью его уничтожил. Вот люди, которые живут в этом доме, в этом дворе, рассказали нам, что буквально за мгновение до удара они хотели спрятаться в подвале сарая, но замешкались. И вот тем самым спасли себя жизни. Ну это мой тип отбор. И жена звонит в истерике, понимаете. Это я не знаю. У них сейчас шок. А жена в это время в доме находилась? Ну хотели в подвал. Ну как-то сработало мне шестое чувство. Закинула малого в коридор. И упала сама на него. Причем в момент удара по соседству в соседнем дворе тоже играли дети. И они вот так же буквально чудом не пострадали. Сиди в детстве с ними игрался. И оно начало насыпаться. Что нам сделали? Что, нас бомбили? Нет. Не бомбили? Нет. Мы в погреб не ховались? Да. Красота себе, если б на детину упала та шлак облачина. Что было бы. Откуда прилетели ракеты, непонятно. Часть местных жителей обвиняет украинскую армию. Другая часть допускает, что ракеты могли прилететь с позиции ЛНРовцев. Возможно, из Первомайска. Ведь по соседству с их поселком расположены позиции украинских силовиков. Но вот что понимаешь достаточно ясно, оказавшись там, что местные жители устали от войны и в первую очередь хотят мира. Алексей. Спасибо, Руслан, за работу. Это был Руслан Смещук из Луганской области.